МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Ольга Алексеева. Смотрите сегодня. Обратная связь. В Рио главы Чуваши Олег Николаев обсудил с активом Республики первоочередные задачи. Старые котельные и изношенные теплосети. Как в Шумерле планируют решать насущные проблемы ЖКХ? Сакральная дата. Элементы национального орнамента образовали логотип столетия Чуваши. Устранение цифрового неравенства – одна из главных задач национального проекта. Об этом говорили сегодня в Доме правительства. Речь идет о предоставлении услуг связи, основанных на современных технологиях. Реализуют этот проект на территории Республики специалисты регионального филиала Ростелекома. Он предполагает строительство в малых населенных пунктах узлов связи, оснащенных точками доступа Wi-Fi. 130 малых населенных пунктов Республики получили возможность выхода в сеть. Для этого проложили более тысячи километров волоконно-оптических линий. Широкополосный интернет в точках доступа – бесплатный. Уже там достаточно много сделано. Но мне кажется, то, что сделано – это такой фундамент для того, чтобы как раз уже обеспечить новые цели, которые перед нами стоят. Причем эти новые цели как раз реально уже люди почувствуют. Потому что если до этого мы там инфраструктуру строили с вами, то есть оптику прокладывали, соответствующим образом обеспечивали соединение населенных пунктов, а сейчас нам надо уже сами учреждения подключать к этим сетям. Ну и, соответственно, делать так, чтобы было возможно пользоваться всеми современными сервисами. В Республике накоплен солидный опыт в сфере развития электронных услуг. Их оказывают по 65 пунктам. Это экономит время граждан, упрощает регистрацию компаний и получение различных разрешений. Работа в этом направлении будет продолжена. Быстрый интернет ждут в 340 образовательных организациях в 500 ФАПах. Мы сейчас очень активно будем конкретно с Республики начинать программу модернизации ухода от медных технологий, выноса и замена их уже на современные. Будем тоже уходить и население тоже выводить на современные технологии. Когда клиенту ставится какой-то простой современный аппарат, он по беспроводу подключается к нашей станции. И там уже не только телефон можно получить, но и телевидение современное, цифровое, интерактивное и доступ в интернет. Тесное взаимодействие в этой важной сфере поможет быстрее достигнуть реальных результатов. В Чувашии планируют увеличить социальные выплаты. Индексация не проводилась уже три года. Эту и другие темы подняли сегодня депутаты на встрече с Фрео главы республики. Олег Николаев настроен на тесное сотрудничество с Госсоветом и другими представительными органами. Индексации не раз поднимали жители региона на встречи с депутатами. Труженики тыла получают 1044 рубля, ветераны труда 1100 рублей в месяц. Социальные выплаты остаются неизменными с 2017 года на фоне подорожавших транспорта, ЖКХ и продуктов. Мы выезжаем как депутаты в свои округа, встречаемся с населением, действительно мы слышим и те вопросы, которые нужно бы обсудить сегодня. Сейчас Минфин как раз готовит поправки к бюджету региона и Олег Николаев поручил зафиксировать индексацию в ближайшем рассмотрении. При этом речь должна идти не только о ветеранах труда, но и других категориях, например, семьях с детьми. Социально значимые темы вообще часто поднимали руководители каждой фракции, представленной в правительстве региона. Депутаты спрашивали о том, что волнует их избирателей. Какими путями планируется решать транспортную доступность малых населенных пунктов? Какова судьба инвестиционного проекта с китайской стороной? Отдельная тема – программа ускоренного развития Чуваши до 2024 года. Почему на сегодня еще пока план не принят, нет четкого решения на уровне правительства Российской Федерации, какая поддержка финансово будет вот этим 10 субъектам. Обсуждается очень много сумм. Последняя сумма для ежегодно, то есть 5 лет программы, значит, это порядка 5 миллиардов дополнительных средств субъекты должны получить. Среди мероприятий – развитие инвестиционных институтов, поддержка малого и среднего бизнеса, субсидирование и процентных ставок по ипотечным кредитам. Документ находится на площадке правительства Российской Федерации для его утверждения. Сейчас получены отдельные, не очень серьезные, существенные замечания. Значит, на следующей неделе, пока дата не уточнена, планируется встреча с Мантуровым, в том числе расстановка акцентов по этой программе. Как только программа будет согласована, на всех уровнях ее публично презентуют. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Структура органов исполнительной власти Республики поэтапно меняется. Сегодня временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев подписал очередной указ. Для проведения эффективной политики в сфере производства образовано Министерство промышленности и энергетики. Ему переданы часть функций Минэка и Минстроя. Министерство юстиции и имущественных отношений преобразовано в Государственную службу по делам юстиции. При этом полномочия в области правового обеспечения деятельности главы Чувашской Республики, кабинеты министров переданы администрации главы. В сфере имущественных и земельных отношений Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики. Так теперь полностью будет называться Минэк. Функции Министерства культуры по делам эмоциональности и архивного дела Чувашской Республики в сфере туризма также переданы Минэку. Министерство Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям вновь преобразовано в Государственный комитет. Оптимизация структуры органов исполнительной власти улучшит стратегическое планирование и эффективность государственного управления в соответствующих сферах. О том, какие направления нуждаются в особом внимании или приложении усилий, говорили и на встрече временно исполняющего обязанности главы Чувашии с активистами Народного фронта. Режим диалога народа и власти включен. Жители Республики в общественную организацию обращаются часто. Бойцы Народного фронта отрабатывают каждое сообщение, отвечают на письма и звонки. Очень часто жалобы касаются первичного звена здравоохранения. У нас сегодня не хватает каждого десятого врача. И то, что у нас на первичке не хватает узких специалистов и врачей, снижает не только качество оказания медицинской помощи, но и доступность, конечно. Предельные сроки ожидания диагностических условий, консультаций врачей, узких специалистов, проведения высокотехнологичных исследований. Так вот эти сроки, то, что мы мониторируем, мониторируем уже три года подряд, они у нас нарушаются. И, конечно, люди недовольны, люди высказываются в недовольство и властями, и медицинскими учреждениями. Это очень такой аспект, который нужно решать. Много претензий у активистов к автомобильным дорогам. Под прицел общественников попадают сомнительные госзакупки. Бывает и в республике ремонтируют дороги, которые на самом деле не нуждаются в ремонте. Казалось бы, дорога нормативна в состоянии. Претензий ни у экспертов, ни у нас активистов к этой дороге нет, а ее продолжают ремонтировать. Травится на это десятки миллионов средств. Как пример, региональная дорога Аликовой-Шаки, она в прошлом году, в запрошлом, в 18-м уже, отремонтировалась дополнительно. Только вышел гарантийный срок. Мы на этом объекте были в 2014 году, сначала отремонтировали. Мы ее обследовали, как гарантийно ничего серьезного не выявили, и вдруг удивляемся, что в 18-м году ее опять-таки ремонтируют. То есть полностью меняют верхний слой. ОНФ уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент контроля, действительно общероссийского и народного. Речь идет об исполнении задач, обозначенных президентом России в ежегодном послании Федеральному собранию. В этом году президент даже в послании обозначил значимость вашей организации, реализацию вот этих направлений. Известно, что вы очень много работали по направлению экология. Это у нас была большая работа по предотвращению незаконных свалок. Было выявлено более 400 свалок, которые несанкционированным образом были организованы. Но на самом деле, мне кажется, эта работа должна быть продолжена, потому что понятно, что то, что мы обнаружили в Африке, их надо ликвидировать, убрать. Люди знают, что могут обратиться в Народный фронт по любым вопросам и получат реальную помощь. Олег Николаев отметил, что надо чаще встречаться. Тогда и проблемы будут скорее разрешаться. Рифат Фадкулин, Павел Рядков, Республика. О проблеме, которая нуждается в первоочередном решении. В Шумерле износ коммунальной инфраструктуры достигает почти 80%. Аварии на тех или иных участках случаются так часто, что жители стали воспринимать их как неизбежность. О ситуации в муниципалитете в нашем репортаже. Эта котельная построена почти полвека назад. По этим трубам, общая протяженность которых полтора километров, поступает тепло в поселок Лесной. Вода нагревается в котельной до 57 градусов, но до потребителей поступает только 47. Теплопотери в 10 градусов. Даже здесь, на галеном участке, если я положу сюда руку, я даже не почувствую тепла. А между тем, она отапливает 5 многоквартирных домов и один небольшой завод. Изношенность оборудования и плюс очень большая протяженность сетей тепловых. Полтора километра до поселка получаются вот эти сети. Соответственно, чтобы температурный режим соблюдать, нужно чуть выше давать. Соответственно, пережег газа идет, питание идет из водозабора сурского. Здесь водоподготовку обязательно надо делать, иначе очень быстро котлы, ну, они, скажем так, уходят из строя. Большая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями заставила последних перейти с января этого года на прямые расчеты с потребителями. Но и это не спасает ситуацию. Для безубыточной работы необходима тотальная модернизация ряда объектов ЖКХ. Из 15 действующих котельных только 6 новые. Три построили за счет средств предприятия «Чувашгаз», а еще три котельные за счет республиканского бюджета. Они отапливают две третьих многоквартирных домов города. Хороший пример. Вот только нормальному обеспечению мешают все те же изношенные сети. Котельные настроены таким образом, чтобы крайний потребитель в цепочке теплотрассы получал горячую воду нормативного качества из 60 градусов. Хотя это с нынешними тепловыми сетями очень тяжело выдержать. Самая большая проблема – это все-таки изношенность и веткость тепловых сетей. Вот мы находимся на котельной по улице Коммунальная, где самое большое количество аварийных ситуаций за октябрь, ноябрь и декабрь месяц. В настоящий момент эти аварийные ситуации устранены, но нет гарантии, что они не будут происходить при повышении температуры. Здесь было больше всего таких аварийных ситуаций, локальных аварий, либо крупных аварий с остановкой подачи, например, горячей воды в несколько многоквартирных домов или в группу многоквартирных домов. Здесь аварий было чаще. Сами жители устали перечислять аварийные случаи. В начале января где-то, наверное, горячей воды не было и тепла не было. Где-то был прорыв. Ликвидировали, газ включали, отопление, отопитель свой включали, электрический. Вот только не компенсируют почему-то затраты. При такой работе остается много вопросов по стоимости отопления. Тариф не устраивает, потому что тариф двухконтурный идет здесь. У нас было 1800, а у нас сейчас почти 1900 берут. И почему? То есть, а с каких пор это изменилось? Как поставили нашу блочку. А, новую котельную? Да. То есть, вы не радуетесь новой котельной, получается? Зачем не радуемся? Конечно, радуемся, как не радуемся. Тепло же. Ну, раньше похолоднее было, конечно. А почему-то у нас взяли и сказали, 300 рублей берут слесарям на ремонт теплотрассы. Раньше были старые, были, вот, вот, по три дня даже сидели без тепла. Ломалось что-то. А сейчас хорошо, тепло, уютно в квартирах. Больно хорошо. Про тарифов не знаем, за что что повышается. Сейчас каждый день что-то повышается. Действительно, если посмотреть по теплоснабжающим организациям, в Шумерле один из самых высоких тарифов в республике. За одну гигакалорию потребители Чувашгаза, например, платят 1928 рублей. Если сравнивать с чубаксарами, то в столице цены варьируются от 1112 до 1825. Тарифы, вы же знаете, не мы их утверждаем, это республиканская служба по тарифам. Они, в принципе, на сегодня вот такие, какие они есть. Конечно же, вот люди, скажем, со строительством новых блочных модульных котельных и введением их в эксплуатацию, люди думали, что они, скажем, где-то будут платить как-то поменьше, все такое. Но нет, наша задача была решить, собственно, саму проблему теплоснабжения в городе, о которой вот мы говорили. Действительно, ситуация была, знаете, катастрофическая. Что послужило причиной бесконечной аварийной ситуации? Основную долю в платежах за жилищно-коммунальные услуги занимает как раз плата за теплоснабжение и горячую воду. Проблема, наверное, назревала давно в этом городе. Предыдущая теплоснабжающая организация обанкротилась, имела очень большие долги, более 100 миллионов перед газовиками. Понятно, здесь, наверное, можно сказать, и управленцы не совсем правильно организовывали хозяйственные деятельности. Как выйти из замкнутого круга и что должно стать очередным шагом на пути решения этой давней проблемы? В этом году планируется совместно с Минстроем включиться в программу модернизации сетей теплоснабжения. То есть сейчас там разрабатывается проектно-сметная документация. Вот в этом году и на следующий год будут, скажем, меняться и сами, собственно, сети, которые, конечно же, процент их износа, он просто колоссальный. Где-то, скажем, 80%, где-то, знаете, 90%. В текущем году у нас также выделены средства в республиканском бюджете на проектирование уже строительства тепловых сетей. Мы думаем, что в текущем году проекты будут разработаны, и нам это позволит участвовать в привлечении средств фонда содействия реформирования ЖКХ. То есть уже хотим привлечь федеральные средства на эти цели. Мы сейчас при уточнении бюджета также запросили средства на разработку проектно-сметной документации на строительство трех новых котельных. Как раз поселок Лесной, микрорайон Палан и микрорайон Верхний. Понятно, что ситуация в Шумерле будет под особым контролем. Слишком долго копились проблемы. Что мешало сделать это раньше? Ответ на этот вопрос жители Шумерле тоже очень хотели бы услышать. Татьяна Трофимова, Павел Редков, Республика. Утвержден официальный логотип столетия образования Чувашской автономной области. Его разместят на буглетах, листовках, афишах различных фестивалей и конкурсов на сувенирную продукцию. В едином стиле оформят и площадки проведения Дня Республики в 2020 году. Разработали логотип студенты и преподавателей Чебоксарского художественного училища. Документальная картина, запечатленная временем, чувашского режиссера Алекса Плата завоевала награды на кинофестивалях различного уровня. Посвящена она 75-летию Великой Победы. Сегодня картину показали жителям Чувашии. Этот фильм о войне, такой, какой ее представляет нынешнее поколение. Здесь нет достоверной и оттого очень пронзительной военной хроники. В кадре свидетели тех трагических дней, когда шла Великая Отечественная война, они были еще детьми. Спустя столько лет их воспоминания по-прежнему ярки и эмоциональны. В роли слушателей ученики кадетского лицея, что в Новочебоксарске. По дворе они обнялись, и мама переплакала. Я это везю через окно. Папа оторвала тебя и побежала дома. Мама догнала его и снова обнимает. Никуда не пускает. И что-то будем горчить. Тогда и я скричала. Папа, папа, стой! Я выскочу в крючок и кричу. Папа! Ну, когда предложили, в принципе, возник этот проект совместно с главным режиссером, с Алексом Платом. А в создании подобного фильма, конечно же, мы подняли все руки за. То есть весь кадетский лицей целеустремленно начал как-то уже готовиться к этому. В главной роли Александр Барган, который буквально проживал жизнь каждого ветерана. От съемок у меня остались только положительные эмоции. Конечно, все было трудно. Наиболее трудовимыми были полевые исследования, когда мы выезжали в деревню Большой Котяки на глубинные интервью с представителями поколения Дети Великой Отечественной войны. Фильм посмотрели уже в Америке. На международном кинофестивале в городе Халвер-Сити зрители очень эмоционально реагировали на картину о войне. Она признана лучшей в номинации документального кино. Режиссер фильма Алекс Платт. Он также победил в номинации лучший режиссер документального короткометражного кино. Увидеть полную версию фильма можно будет уже на нашем канале в мае этого года. Александр Соловьев, Бахтиар Велиев, Республика. Список добровольцев, присоединившихся к всероссийской акции «Снежный десант», стало еще больше. Сегодня за лопатой взялись ученики Синьял Покровской средней школы. Эти дети не боятся тяжелого труда. Несмотря на большое количество выпавших осадков, они добровольно помогают в уборке снега. В этом году акция «Снежный десант» приурочена к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И ребята намерены очистить от снега памятник павшим воинам. Мы как бы кадет с 2016 года, и получается уже кадет три года. И каждые эти три года мы уходим чистить снег около памятников. Эта акция очень важна, так как мы помним героев наших, не забываем про них. Они следят за состоянием памятника не только зимой, очищая его от снега, но и летом. Ребята постоянно убирают сорняки, ухаживают за цветами, чтобы ансамбль сохранял первоначальный вид. Мы очень рады, что этот мемориальный комплекс воину-освободителю находится прямо рядом со школой. И рядом сельская администрация, детский сад, все, что способствует для того, чтобы патриотическое воспитание у нас шло в комплексе. Александр Соловьев, Бахтиар Велиев, Республика. В эти дни в Санкт-Петербурге проходит Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Состязание сильнейших тяжелоатлетов страны собрали более 300 спортсменов из более 50 регионов России. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялась мастер спорта России Наталья Шайманова, выступившая параллельным зачетом за Чувашию и Санкт-Петербург. Серебро завоевала еще одна чувашская спортсменка, мастер спорта России международного класса Александра Козлова. Таковы главные новости к этому часу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok